Как известно, генетиками где-то в начале 90-х годов было выяснено, что все население Земли в действительности происходит от двух людей, от одного мужчины и от одной женщины. То есть библейский миф подтверждается, что Адам и Ева были. Но отличие реальности от библейского мифа в том, что Адам и Ева никогда не видели друг друга. Ближайший общий предок всех женщин и мужчин, так называемая митохондриальная Ева, она жила почти на 100 тысяч лет раньше самого Адама. То есть сам Адам является далеким потомком митохондриальной Евы. То есть она святая гермафродит была, что ли? Нет, она была женщиной. А мужчина? Ближайший общий предок всех современных мужчин жил около 100 тысяч лет назад. Адам, конечно же, не был первым мужчиной на Земле. Также он не был единственным мужчиной на Земле. Были и другие. Просто их потомки не дожили до наших дней. Они вымерли, их линии прервались. Тому могло быть много причин. Ранняя смерть сыновей, рождение только дочерей, войны, голод и так далее. И в общем-то все современные мужчины, они восходят к одному единственному человеку, жившему приблизительно 100 тысяч лет на территории современной Восточной Африки. Где-то около 60 тысяч лет часть потомков Адама, часть людей стала мигрировать из Африки в Евразию. И постепенно заселила все континенты. Чем это может нам помочь? Это поможет нам тем, что в Y-хромосоме человека, то есть Y-хромосоме мужчины, происходят так называемые мутации. Их иногда называют единичные нуклеотидные повторы. Все они являются уникальными и передаются от акца к сыну. Для удобства их называют, иначе говоря, гаплогруппами. На сегодняшний день известно несколько гаплогрупп. Они обозначены от буквы А до буквы Т. Все они имеют буквенное обозначение. А, Б, С, Д, Е, Ф и так до буквы Т. В свою очередь, эти большие гаплогруппы подразделяются еще на малые подветви. А1, А2 они обозначаются и так далее. То есть все современные мужчины, каждый из них относится к какой-то из гаплогрупп. Существующих, в общем-то, не только у него одного. Я поясню, что это означает. Если у двух людей выявлена одинаковая гаплогруппа, это говорит о том, что эти два человека происходят от одного предка, который их ее передал. Вы получили гаплогруппу от отца, передали ее своему сыну, ваш сын ее передал уже вашему внуку и так далее. Эти люди могут никогда не видеться друг с другом и даже не знать о своем существовании. Ну, поскольку сейчас, я думаю, лучше перейти к более наглядным примерам того, как проиллюстрировать пользу от подобных исследований. Всем нам, ну, в той или иной степени знакомы библейские мифы, а именно миф об Аврааме. Авраам, в исламе известный как Ибрагим, это первый предок всех арабов и евреев, который, в общем-то, является создателем иудаизма, из которого уже вышло христианство и ислам. Так вот, многие современные евреи хотели выяснить свою собственную историю, пройдя вот эти генетические тесты на гаплогруппы. Я сейчас говорю об игре гаплогруппах, о мужских линиях. Но чтобы понять, действительностью является ли библейская история правда или нет, было проведено исследование коинов. Коины, как вы знаете, это прямые потомки пророка Моисея или Мусы, то есть первосвященника. И когда провели это исследование, выяснилось, что действительно большая часть коинов происходит от одного человека, жившего приблизительно в ту самую эпоху. Естественно, среди них были люди, которые влились в сообщество коинов уже намного позже. Это, конечно, могли быть вольные или невольные самозванцы. Но как выяснилось, что действительно такой человек существовал, и его можно назвать, в общем-то, игрехромосомным Моисеем. Когда в этих исследованиях пошли дальше, подключились к исследованию сиидов, потомков пророка Мухаммеда по мужской линии. И тоже выяснилось, что среди большой группы сиидов, живущих там от Африки до Индии, выделяется довольно значительная часть, которая восходит действительно к одному человеку, жившему где-то примерно полторы тысячи лет назад. Его и назвали игрехромосомным Али. То есть, поскольку Мухаммед не имел потомков прямых по мужской линии, все сииды в действительности потомки Али, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Когда сравнили уже гаплогруппы самих сиидов и самих коинов, выяснилось, что они сами, в свою очередь, имеют общего предка, жившего 4,5 тысячи лет назад. Эта гаплогруппа обозначена сейчас как G1C3D. То есть, Абрам, да? Его назвали игрехромосомным Абрамом. Мы, конечно, не знали, как его зовут, нас звали на самом деле, но такой человек действительно был, от которого пошли ветвь Исмаила, то есть, арабов. То есть, пророки именно имеют единый пророческий. Да, да, да. Как вы знаете, они все именуются Наби. Чем отличается Наби от Пейхамбара? Тем, что Наби – это прямой потомок Абрама. Иса, Муса, Магаммед – все они являются Наби и, в свою очередь, происходят от одного человека, именуемого Абрамом, Ибраимом. После этого, в общем-то, когда эти результаты стали известны, они вызвали, конечно, неоднозначную реакцию. Многие люди, которые считали сами себя принадлежащими к некоему известному роду, как выяснялось, ими не являлись. Это вызывало людей… Шарлатаны. Да, они считали, что это шарлатанство, недоверие. В действительности, это не вина самих этих людей. Отсутствие информации порождает веру. И, как мы уже теперь можем убедиться, что подлинное родство людей подтверждается не документами и не устными преданиями. Оно может подтвердиться только одним единственным способом – это их генетической близостью. Больше.